Я являюсь членом Ассоциации фермеров Талги-1, непосредственно. Валиев Залимхан, один из представителей. Мы, объединившись с фермерами, решили начать производство, заниматься разведением крупнорогатого скота, в связи с чем было приобретено имущество, вывезли здесь работу. Нам начали пресекать нашу деятельность, имея на руках право собственности на данную территорию, вид деятельности, органы государственных власти, правоохранительных органов, с помощью правоохранительных органов начали пресекать нашу деятельность. Уже более 20 лет руководство правительства Республики Дагестан, администрация местная не дает нам заниматься на этих землях сельхозпроизводственным развитием. Сегодня у нас с трудоустройством молодежи, людей очень трудно. Ни заводов, ни фабриков нет у нас в Республике Дагестан. Есть только единственная форма, это сельхозработа. Сегодня мы хотим обратиться к президенту Российской Федерации как гаранту Конституции Федерации. Сегодня нас лишает органы государственной власти Республики Дагестан вести конституционный строй гражданского общества, самоопределение и самоуправление народом Российской Федерации, каковым мы являемся как часть народа Кумыгского. Сегодня здесь мы хотим обратиться к вам как гаранту Конституции. Если вы в 2000 году посчитали нужным приехать в Ботлих, когда решался вопрос укрепления южных федеральных границ Российской Федерации, за 60 гектаров земли их общество пригласило вас к ним для разрешения их спора. Вы посчитали нужным и приехали в 2000 году в Ботлих. Перед вами общество поставило тот же вопрос. Если у какого-либо общества избавляется земля, в нужных федеральных или же региональных, то государство обязано компенсировать этому обществу равноценные земли. Поэтому сегодня у нашего общества данные земельные участки претендуют собственники. Это правительство Республики Дагестан, это СПК Ганадинский, это администрация Ленинского района в результате страдаемого фермера. Они борются за эти земли, чьей собственность это окажется. Но никто из них, как вы, посчитали нужным приехать в Ботлих, никто из них не посчитал нужным приехать в обществу Нижний Казаниш и согласовать с ними изъятие их земель исконных. И поэтому мы хотим обратиться к вам. Неужели у руководства Республики Дагестан больше полномочий, чем у президента Российской Федерации, который сегодня игнорирует наши конституционные права гражданского общества на самоопределение и самоуправление на своих этнических, исторических землях? Просим вас в этом деле разобраться и дать указания правительству Республики Дагестан по какому закону наше руководство Республики живет. По федеральным законам или же по своим вымышленным законам? Спасибо за внимание. Спасибо.